Это венок из белых цветов. Тяжело его делать? Они живые. Ну, достаточно тяжело. Тут просто берешь вот такой небольшой бычок и вот так вот его завязываешь лесенкой. Тысячи, если не десятки тысяч цветов, самых разных, больших и маленьких, но обязательно белого цвета, которые символизируют добродетель и радость. В Центральном парке прошел День благотворительности и милосердия под названием «Белый цветок». Акция организована Видновским благочением совместно с администрацией муниципалитета и Подольской епархией. Видновское благочение на этом Дне благотворительности представлено детскими воскресными школами пяти храмов. Успенского храма города Видное, Георгиевского храма города Видное, Александрневского храма города Видное, Никольского храма села Ермулина и Богородица Рождественского храма Тарычева. Совершить доброе дело и помочь нуждающимся приехали воспитанники и педагоги Видновского, Домодедовского, Люберецкого и Малинского церковных округов. Различные мастер-классы, анимация для детей, ярмарка с предметами декоративно-прикладного творчества. Гостям благотворительной акции точно не было скучно. Вот такая вот интересная композиция будет «Ежик». Получается и из шерсти, то есть накладывается шерсть на картину. И таким способом формируется дизайн. Дизайн вот такой вот интересный. А еще внимание привлекли столы с едой. Глаза разбегались от разнообразных сладостей и выпечки. Можно было не только полакомиться, но и самому стать кулинаром. Такого сложного ничего на самом деле нет. Просто нужно глазурью правильно работать. То есть в этом никакой закорючки нет. А вкусное попробовала уже? А еще нет, но скоро попробую. Но главный герой дня, конечно, белые цветы. Цветы, которым нет цены. Каждый покупатель сам решал, сколько отдать за букет. Основной принцип благотворительности – кто сколько может, остается неизменным. На самом деле этот день имеет давнюю историю. Он проводился еще при Николае II до революции. Прошло более ста лет, но его цели – все так же благородно собрать пожертвования для тяжелобольных, инвалидов, тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. У нас это вложено воспитанием. Все-таки на христианских началах Россия воспитывалась изначально. И одна из главных заповедей – это любить ближнего. Соответственно, любовь к ближнему является таким важным маркером, который побуждает нас, собственно, к доброделанию, к тому, чтобы поучаствовать в нуждах, в бедах людей, которые с нами рядом. Можно было купить букет или поделку на ярмарке ремесел, а можно просто положить деньги в ящики для пожертвований. Прихожане Казанского храма села Молокова проехали почти 40 километров, чтобы передать собранные средства Тихвинскому центру помощи женщинам. Мы уже 14 лет устраиваем велопробеги от храма, по монастырям окрестным, по разным храмам. И вот сегодня велопробег решили посвятить, сделать благотворительный велопробег по храмам города Видное и посетить замечательную акцию «Белый цветок». Именно в пользу Тихвинского центра переданы все средства, вырученные на дне белого цветка. Сюда приходят женщины, которым некуда больше идти. Свободных мест в приюте не бывает. Помогают одни, появляются другие. Иногда, чтобы встать на ноги, нужно всего несколько месяцев спокойствия, говорят сотрудники центра. А бывает, что за это недолгое время жизнь меняется кардинально. Наш центр, он помогает женщинам с детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В настоящий момент у нас семь семей с детьми, которым необходима помощь. Которые могут у нас отдохнуть, передохнуть, решить какие-то свои проблемы. Получить пособие, решить вопрос с трудоустройством. Собранные деньги пойдут на покупку одежды, детского питания, лекарств. Всего этого нужно много. И помочь центру можно в любое время. Он существует только на пожертвования. Иксерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно ТВ.